так здравствуйте друзья пошла запись серии за номером 2 под общим названием шелковица дар богов и так мы с вами сейчас посмотрели вот это все увидели первой серии это все увидели это все увидели вы уже что-то знаете и общее понятие есть теперь переходим в это а вдруг кому-то из вас захотелось иметь а середина лета это время укоренения полудревесневших черенков многих видов том числе и шелковицы и вот я этот материал приготовил для вебинара но для вебинара еще есть время и каждый день сейчас на счету поэтому не думайте что это все чего я добился в третьей серии это у меня будет как бы история развития шелковицы вариант сибири вариант сибири поэтому я с вами это как бы ретро фотография вот с чего я начинал а сейчас я хочу сделать заявление следующее вы можете выйти дни шелковица мое большое огромное дерево не это вот покажу его третьей серии не надо его доснимать сейчас идет потемнение плодов показать что сибирь и шелковица это реально дерево не укрываемое особо собой вот это был первый вариант сеянцевой шелковицы я сейчас делаю конкретное предложение я черенок черенки с настоящей полносящей шелковицы которая не требует второго супруга опылителя самоплодная и идеальный вариант выйдет так вы получаете от меня посылку допустим десяткам черенков каждый черенок это несколько каждая ветка черенок это несколько черенков сейчас я покажу как это надо делать вот пересылка сейчас занимает обычно 3-6 дней испортить сами не должны уже практика такая у меня есть вот и вы укореняйте сами давайте вначале посадить насколько реально когда-то я в те времена благословенные видите фотографии все сделано было мыльницы вот тогда я начинал эту работу значит укоренение я рекламные не рекламные а учебные снимки делал именно используя смородину но это в данном случае не имеет значения сейчас объясню почему так проверка идет и запись запись идет и так что я укоренял и чего я добился укоренял значит живолость я укоренял смородину я укоренял шелковицу крыжовник да вот эти четыре пальца загружилась крыжовник шелковицу смородину укореняются они неплохо если вы повторите то что делаю я мало того когда я сделал вначале статью разместил его в журнале в газетах журналах разместил под названием зеленый чернкование и думал ну теперь каждый из себя размозит и вся страна покроется садами и никто не будет покупать эти же самые саженцы крыжовник осмородину шелковицы и и живолости и семян что является халтурой и предательством вот только укоренение и так смотрим что такое укоренение этих четырех видов по крайней мере и так ветки июль месяц а середина июля данном случае то что выйти на фотографии вот она берется веточки вот эти они сейчас такой длины достигают полу отревесневшие и в центре вы видите уже по краям шелковица на кружевник смородина нарезанная а в центре вот она уже на фрагменты разделена вот и номер 1 крупный план нижний торец по свой срез верхний торец прямой здесь вверху замазывается и в испаряли влаги вот я придумал укоренение под бутылками для начала я посадил видите где-то один листик ладно один листик особенно когда экономишь где два там два я лишь и лишь не отведаю даже тот самый попадает под уровень почвы почка не погибает то есть даже с нижней почки все равно потом пойдет побед смотрим дальше значит теперь насчет корневины я никогда его не использовал и нет у меня такой практики но вспомнил первая серия вспомнил что броски советовал на укоренение использует корневин а у меня просто обычный райт это может показать что какой-то особый раствор нет так снимать такой обыкновенная вода которая почему-то пеется ну а посадка смотрите почва обычная а сверху чуть-чуть мульчи в виде старого перегная вот чуть-чуть мульчи смотрим дальше важнейший момент пробовал вот так вот накрывал вот так делаешь вот какая черта приживаемость никакой когда сделаешь под бутылками сгорает и тогда если небольшой совсем питомничек вот пожалуйста небольшой питомничек вот четыре выткнули четыре этих самых четыре кола натянули тряпку и этот кроме надо бы продать все равно где-то раннее утром солнце и позднем вечером можно сбоку достать имейте ввиду делайте чуть шире сейчас секундочку я гляну что за послание ко мне пришло потому что мне это очень важно жду гости который пишет ладно и так посмотрели только если только если есть сверху притенение еще есть варианты я еще делал просто лень было притенение не было времени просто тени деревьев это делал вот смородина она почти не боярина как-то без солнца обходится но все-таки идеальный вариант это когда через месяц вы увидите что прижилось все и даже где-то чуть-чуть пазочные почки тронулись в рост чуть-чуть вот прошел ровно год это уже примерно июль следующего лета вот видите как здорово получается получается вариант под темными бутылками я она где-то на грани выживания вот мне ну некогда ну некогда и такое огромное количество бутылок делает большое количество этих самых в общем второй вариант я попробовал без притенение без этого без столбиков без тряпки но под темными бутылками результат получился почти такой же вот и не сгорели но это было холодное лето и такое знаете не очень жарко а если пекло бог его знает что было бы но я на всех сусе такой вариант тоже представил вашему вниманию вот эти фотографии были сделаны у меня лет где 15 назад результат положительный и остается теперь догадаться что делать дальше но нет у меня под рукой это в третьей серии покажу взрослые шелковичное дерево вот но оно у меня достаточно молодое и пророста очень мощное просто до полуметра теперь как это выглядит будет значит вы присылаете деньги а куда деваться то вот это даже не для меня не я буду этим заниматься а кто-то будет заниматься для него это заработок Юля Даша Тимоша то есть я нарезаю допустим 10 черенков а так как да когда-то я чуть не угробил свое главное дерево на тот момент единственное чуть не угробил его и тогда получается удалось это не из приятных я по 200 рублей продавал вам черенки и то продал немного штук 30-40 и дерево чуть не угробил вот прошли годы дерево восстановилось но в принципе тоже вы присылаете за один черенок 200 рублей минимальный заказ 5 черенков это 1000 пересылка рублей посылки не меньше рублей 500 наверное вот потому что им надо придется покупать это не то что у Сергея вот такие огромные посылки посаженцы придется покупать а почтовые посылки дорогие вот получается примерно 500 рублей или 600 с пересылкой и того 5 черенков заказали это 1600 рублей 10 черенков заказали накидайте еще 1000 вот но зато есть возможность иметь вот этот вот такой шанс по такому принципу да действительно да кстати вот эти деревья они из тайги как обычно самосемные да достигает 10 и более метров вот но наша шелковица будет укорененная у нее сдержанный рост это очень-очень удобно потому что никогда вы не залезете вот на это 10-метровое дерево вот так вот еще раз повторяю как будет выглядеть в таких деревьях уже черенков не нарежешь мое дерево после сильнейшей обрезки я его омолодил черенки будут длиной 40-50 сантиметров и они пойдут к вам вместе с листьями они будут замазаны торец слегка спрыснуты из этого самого поляризатора чуть-чуть листья будут чуть-чуть мокрые и доля риска что за неделю дойдет у вас укоренение произойдет вот этим способом вот вот этим способом и у вас появится возможность иметь что самую морозостойкую в мире шелковицу культурную вот и внимание на экран и так продолжатель моего дела это доказательство серьезности необычайны и так урал и так алексейка алексей который вначале он научился укоренять шелковицу прямо зимой не стал терять время до середины лета вот выписал у меня черенки без листьев то есть спящая зимняя вот и давайте посмотрим его письма и так укореняю шелковицу вот об этом будет в следующем фильме или на вебинаре или и там и там видели фотографии вот не туда попал вот дальше вот она опять укоренение укоренение и вот это все вы будете слушать на третьей серии скорее всего и еще в понедельник на моем вебинаре но это не все давайте посмотрим что получилось итак собираем каждый день по тарелке плодов внимание вот это шелковица железного самый северный в мире вариант самый северный самый морозостойкий а это стало реальностью на Урале не может быть там уже гарантии видели да это я вас заманиваю чтобы вы мне черенки купили вот я всем помогаю нам нужны еще деньги 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 все деньги господа без денег нельзя так вот смотрите давайте давайте еще полюбуемся итак Алексей Алексей врал сейчас я еще параллельно и его разрекламирую вот одна из фотографий вот другая фотография вот третья фотография вот вот это за несколько лет выросло посмотрите я выбрал самое мощное дерево вот оно видите это все выросло а видите под ним расстелена эта тряпка она сыпется еще Алексей Иванович будь добр скажи как ты спасаешься от птиц параллельный вопрос будет так и и значит покажу на третьей серии или на вебинаре или там и там укоренение с помощью присыпания земли и так далее ваш ваш способ укоренения вот этот еще момент хотел отразить и так друзья вы увидели что все это реальность вот что в самой северной мире шелковица историю ее как я начинал с семян и как закончил укоренением расскажу в третьей серии от вас сейчас требуется время сжатое это одна две недели потом к зиме время будет меньше а ей нужно укорениться поэтому желательно в эти ближайшие дни в течение недели полутора сделать заказ вот еще раз говорю веточка стоит 200 рублей она того стоит с нее вы нарежете ну как минимум ну как минимум с каждой ветки как минимум три штуки пять веточек тысяча рублей но это пять на три пятнадцать фрагментов и в идеале пятнадцать деревьев вот имейте в виду это ваш шанс другого шанса не будет вот я имею в виду это укорененное собственными руками и еще вот это вот вот это вот я всегда стараюсь быть максимально объективен помогать своим друзьям и в данном случае что мы имеем в данном случае вот это письмо вот хотя я собираюсь об этом рассказать позже вот а да нет не здесь сейчас еще раз я почему не могу найти это письмо но все равно найду все равно найду все равно найду так опять туда это да сюда еще та же вилка вот вот это письмо да значит Зачитая его на вебинаре Приглашаю вас Здесь самое главное Здесь шелковицем занимается Сам Алексей Иванович Алексей К И занимается Его технология перешла К Галине Латинковой Жене Вдове Юлия Васильевича Латинкова Вот эти данные Обратитесь ко мне И этот электронный адрес Вышлю И вы напрямую сможете Уже не укоренение По железному А готовое саженце шелковицы Купить уже У Галины Латинковой Потому что технология Уже Не моя Уже Алексей К Алексея Перешла К ней Вот А у нее У нее Так сказать Серьезный Серьезный Настоящий Блудопитомник В отличие от Халтуры Которой Вся Россия Которой Вся Россия Верит Итак Саженце От Галины Латинковой Вот ее электронный адрес Пожалуйста Вы ко мне Я у нее вышлю Вот Ну что еще А вот еще Опять же Латинкова В общем Все это вы от меня получите Здесь самое главное Слова Хочу вас поблагодарить За вашу Необыкновенную Это меня Вкуснейшую Полезнейшую Шалковицу Железова Так Видите Он ее уже называет Не просто Шалковица Шалковица Железова Спасибо за то Что помогли ее найти И сохранить Для нас всех Да Это было Не просто Это было чудо Но история Происхождения Это До другого Случа Вот И Ой 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 Ура Ура Кстати Листья ее Ча Действительно Понижает Сахар В крови Проверено Ружья Скорость Я Первую серию Вам рассказал Про Броскова Вот Я процитировал Целую Его статью И там Было сказано Что она Снижает Диабетиков Ча Это здорово Я Впервые Сам Об этом Впервые Я об этом Вот сейчас Не Не 15 лет назад Когда я получил статью А сейчас Я впервые Прочитал Это Так бывает Как я упустил Я уже мог 15 лет Заваривать чай У меня же Шелковица Уж кого есть Кого нет Но у меня Точная И настоящая Вот И никакой Халтуры Алексей Я просто Счастлив Что Вы мне Вот это Прямо сейчас Выдали Проверено На родственников Действительно Приезжает Сахар Я попробую Сейчас Пить чаи Я попробую Дорогостоящие Эти Я два разных Эти самых Названия Перепринимаю И все время Тоской Смотрю На эти самые На мед На сахар Вот Смотрю Знаете Как Прикуску То есть Приглядку Пью Несладкий Чай Или кофе И Кусочек Кусочек Сахар Очень Кстати Очень Кстати Видите Как Ну Не выдержу Дочитаю И это Значит Растет Растет Рассказать Что такое Адаптация Пожаре Нет Я вас Пожарею Друзья Я буду Заканчивать От вас Вы же Знаете Прекрасно Мой электронный адрес Можете Заказывать И по Адаптация Это Легко Мой же Телефон Все знают 8960 776 8672 Субтитры сделал DimaTorzok